Вот вы мне скажите, а у нас много таких людей, память о которых живет? А у меня есть такие люди. И вы знаете, память о них у меня жива. Потому что Сушков Евгений Васильевич. Ну я всегда его Евгений звал, жене. Это был лучший специалист в области мануальной медицины. Лучше-лучше, поверьте мне. Лучше него, по крайней мере, я никого больше не видел. Десять лет назад он умер. В тот же самый день, когда мне сделали семь лет назад операцию. И так получается, что есть люди, которые у меня умирают от рака. К сожалению, это тоже присутствует. Я ему как-то говорил, говорю, Жень, может быть, полечимся все-таки в Турции, потому что и там тоже было бы неплохо. Но он не захотел, он сделал то, что нужно было. И, к сожалению, к большому моему сожалению, его уже нет. Это реально плохо. Потому что другого такого специалиста еще и днем с огнем. В Магнитогорской вы точно не найдете. Он работал. И при этом мне всегда он очень сильно нравился. Потому что души у нас были примерно одинаковые. Да, он прожил всего лишь 61 год. Немного, конечно же. Но память о нем у меня есть, существовала и будет существовать. Я уже не знаю, сколько я проживу. Господь судья. Но он сделал клево. И пожил хорошо. Мало, но пожил он очень неплохо. Почему мы не отмечаем это вместе, я понятия не имею. То бишь, все люди, которых он лечил, почему они забыли про то, что он их лечил? Вот это возникает проблема. А я не забываю. Как я не забыл у Валеры Гемерверта. Вроде бы мы с ним работали, это всего ничего. Пять плюс три года. Восемь лет. Но тем не менее я знаю, что это был лучший специалист. И поэтому все мои передачи посвящены ему. Как-то так получается. Потому что я видел людей грамотных. И которых, к сожалению, сейчас уже нет. А Женя Сушков это был, с моей точки зрения, один из лучших специалистов в медицине. Вот как-то так получается. Продолжение следует... Продолжение следует...